Чемпионка вторых европейских игр. Нужно уметь бежать, нужно иметь скорость, взрывную скорость. Расскажет о приходе в большой спорт. У меня были такие колебания. Идти, не идти, все-таки страшно. Другой вид спорт, это борьба, то есть единоборство. И о самых ярких победах. Самое значимое, это, конечно, лицензия, что я выполнила, то есть задачу. Развеет стереотипы о женской вольной борьбе. Я уже спокойно отношусь, то есть я не вижу разницы. Это тоже любимое дело каждого человека. Один день. Сейчас у меня этап и восстановления, и укрепления мышц. И единственный диагноз. Всегда нужно бороться за свое место под солнцем, да. Смотрите прямо сейчас. Нынешний соревновательный сезон был для мастера спорта международного класса по женской вольной борьбе Ирины Курочкиной крайне насыщенным. Она прошла много серьезных сборов, на которых усиленно тренировалась. Результатом чего стали яркие победы и грандиозные достижения на спортивном олимпе. Золото на европейских играх, бронза на чемпионате мира и завоевание лицензий на Олимпиаду 2020 в Токио. Я прошла очень много хороших сборов. Подготовка была такая усердная. И я не думала, что я возьму лицензию, поеду. Конечно, я знала, куда я еду, зачем я еду. И старалась выложиться по максимуму. По минимуму, по максимуму. Ну, сделать полностью то, что от меня зависит. Ну, конечно, выиграть не получилось. Ну, то есть, ну, я рада, что у меня есть лицензия. За это я и благодарна своему тренеру и людям, которые мне помогают на протяжении этого всего. Ну, то есть, одна я бы не справилась. И поддержка важна. И, ну, все. Ирина Курочкина. Мастер спорта международного класса по женской вольной борьбе. Родилась в 1994 году в городе Круглое Могилевской области. Окончила Могилевский университет имени Аркадия Кулешова. Училась на факультете физ. воспитания. Член национальной сборной команды Беларуси. Чемпионка Европейских игр 2019 года. Чемпион Европы 2018 и серебряный призер 2016 годов. На предолимпийском чемпионате мира в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 57 килограммов спортсменка завоевала бронзовую медаль и получила олимпийскую лицензию для Национального олимпийского комитета. Для кого-то вся жизнь – это игра. А вот для нашей сегодняшней героини – это настоящая борьба. Причем в прямом смысле. О том, как достаются победы, смотрите далее. Недавно Ирина Курочкина переехала в новую квартиру по улице Горького. На глазах то и дело здесь попадаются спортивные кубки – знак высоких профессиональных достижений хозяйки дома. Для героини каждый из них имеет большое значение, ведь сюда вложен огромный труд и энергия. Результат всего этого – не только звание и титул, но и материальное поощрение, которое позволяет девушке в свои 25 лет твердо стоять на ногах. Любой труд должен оплачиваться, ну и включая спортсменов – это тоже. Ну, то есть, определенные соревнования, определенные титулы, ну, то есть, награды – это, ну, как бы, по значимости, ну, то есть, и как это оплачивается. Ну, то есть, я не могу сказать, ну, как что и кому сколько платят. Ну, я думаю, да, это оплачивается, ну, то есть, спокойно, то есть, можно отдавать своего ребенка в секцию борьбы. С Бобруйском Ирину связывает уже десяток лет жизни. Свой путь в спорте начинала с легкой атлетики. Занималась в училище Олимпийского резерва, куда успешно прошла отбор, а затем судьба привела ее в мир вольной борьбы. Я травмировалась, ну, травмировала хилл, и очень долго он заживал. Ну, то есть, и, ну, как бы, тренеры сделали такой вывод, что меня отчислить. На тот период я общалась, ну, она еще не была тренером, когда мы начали общаться с Десемцов Ольгой Михайловной. И она уже потом была тренером, и все это знала на тренерском совете, ну, как бы, подошла мне и сказала, ну, то есть, тебя собираются отчислять. Не хочешь ли ты попробовать на борьбе? Ну, как бы, у меня были такие колебания, идти, не идти, все-таки страшно, другой вид спорта, это борьба, ну, то есть, единоборство. Ну, не знаю, что-то меня подтолкнуло, какое-то внутреннее желание остаться, может, ну, не все-таки доделать какой-то свой путь, ну, как бы, дойти. Ну, как бы, я осталась. Ну, вот, меня взяли, ну, начало тренироваться, начало получаться, ну, то есть, я подумала, что я смогу. Героиня признается, этот вид спорта ей пришелся в самую пору. С детства она была озорной непоседой и задирой. Свою первую победу одержала на области в Шклове. Дальше – больше. Вскоре после этого Ирина выполнила норматив мастера спорта Беларуси, а в 2015-м стала мастером спорта международного класса. Но не все давалось легко, были в ее жизни и поражения, к которым девушка со временем стала относиться философски. Раньше, раньше относилась очень ужасно, ну, честно, плакала, ну, а потом я поняла, что, ну, то есть, нужно анализировать, научиться анализировать, ну, то есть, опять же, скажу, мой тренер научил меня, ну, то есть, что не нужно плакать, потому что это тоже выброс лишних эмоций, то есть сил. Мы садимся, после каждого соревнования, допустим, мы приезжаем, и мы с ним разговариваем, что, как, я допустила ошибки, ну, и из-за этого проще, ну, то есть, даже относиться к проигрышам, конечно, ну, то есть, ты не можешь быть постоянно на пике и выигрывать все соревнования, это нереально, ну, то есть, может, кто-то у кого-то получается, но я не могу так за себя сказать, ну, то есть, нужно проиграть, чтобы потом выиграть, ну, тоже стимул какой-то. Сегодня у героини после больших физических нагрузок восстановительный период. Она ходит на лечебную физкультуру. Упражнения выполняет под чутким руководством специалистов. К слову, такая гимнастика – необходимый элемент постсоревновательного периода. Большое значение здесь придается расслаблению всего организма. В ход идут упражнения на велотренажере и фитнес-йога. Спортсмены во время соревновательного периода очень устают. Идет напряжение мышечное, молочная кислота откладывается в мышцах спортсменов. Значит, нам нужно упражнения на расслабление, значит, и на выведение молочной кислоты из мышц. Есть разные, ну, то есть, этапы и подготовки, и восстановления. То есть, где-то больше на расслабление, где-то на укрепление. Ну, сейчас я больше скажу, что сейчас у меня этап и восстановления, и укрепления мышц. В то же время совсем расслабляться Ирина, конечно, не собирается. Не будем забывать, что впереди у нее большой и серьезный старт – летние Олимпийские игры. И после восстановления ей важно быть снова в тонусе, чтобы покорять очередные спортивные вершины. Я очень благодарна, что люди всегда с добротой, с отзывчивостью отзываются. Постоянно, ну, то есть, принимают меня в любой период, ну, то есть, разгрузки, загрузки. Ну, то есть, и всегда готовы меня принять. Спасибо вам большое. Очень добросовестная, выполняет все назначения, которые нужно. Всегда приходит вовремя, никогда не опаздывает. А самое основное, что она вообще очень целеустремленный человек. И то, что она хочет, она всегда добивается. То есть, она ставит цель перед собой и добивается. Ну, это ее заслуга. Большую часть времени спортсменка проводит на сборах. Как правило, они проходят в стайках и раубичах. Но бывает, что и за пределами Беларуси. За много лет она уже привыкла к такому образу жизни. Но домой, конечно же, тянет. Откровенничает Ирина. Ты уже погружаешься туда с головой, ты не можешь. Пойти на тренировку или не пойти. Даже когда ты отдыхаешь, тебе хочется все равно сходить, подвигаться. Чуть-чуть сделать какую-то акробатику на ковре. Большую роль перед соревнованиями играет психологическая подготовка. Курочкиной важно изучить своих соперников, с которыми ей придется бороться на мате. Здесь важен правильный настрой. С каждым практически уже боролась. То есть, если новые соперники, то просматриваем. Сейчас видео про всех везде есть. Пересматриваем, просматриваем. Готовимся визуально. Потом уже технически потачиваем. В сборной у нас есть психолог, который с нами работает со спортивной командой. Дома у нас психолог-тренер. Тренер, тренеры, которые помогают нам перейти к грань страха. Или наоборот, поддержать. Это тоже ключевой момент. Что же касается занятий по общей физической подготовке, то они проходят на базе ее «Альма-Матер» – училища Олимпийского резерва. С ней работают настоящие профессионалы, с которыми она прошла огонь, воду и медные трубы. Все отделение борьбы гордится успехами Ирины. Для старшего поколения она – гордость города и страны. Для младшего – пример для подражания. Очень целеустремленная. Она из тех спортсменов, которых надо тормозить, а не подгонять. Ну, соответственно, поэтому результат есть. Она – работяга в полном слове. Ирина Курочкина признается – спорт воспитал ее как личность. Она далека от стереотипов на тему того, что вольная борьба не для женщин. Главное для нее – заниматься любимым делом и получать от этого настоящее удовольствие. Характер, собранность, ну, как бы, ну, все. Ну, все качества, которые можно назвать, воспитываются здесь. В воспитании. Ну, здесь все. То есть приходят маленькие девочки, они видят, ориентируются на старших. Это поведение, это… Ну, они могут… Это все. Ну, я воспитала здесь все. Ну, то есть и какую-то сдержанность, и развитие. То есть где-то больше начать, ну, читать, воспринимать, быть спокойней, сдержанной. Ну, то есть много чего на самом деле. Наша героиня убеждена – за место под солнцем необходимо бороться. И чтобы достичь определенных результатов, нужно, конечно, потрудиться. Сегодня для Ирины Курочкиной главное – всесторонне развиваться и идти только вперед. Я Людмила Любимцева. Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз.